Четвертая больница отмечает 85-летний юбилей. За это время она превратилась в крупное медицинское объединение, вобрав в себя стационар, взрослую детскую поликлиники, две врачебных амбулаторий. Но главное достояние больницы – это люди. В честь нашего юбилея я хочу сегодня поздравить наших ветеранов, уважаемых, которые внесли очень большой вклад в развитие нашей больницы. На сегодня у нас около 200 ветеранов, заслуженные ветераны нашей больницы, разные категории – это врачи, медсестры, санитарки, вспомогательная служба. Людмиле Яковлевне Пестеревой 92 года. Она проработала в 4-й больнице акушером-гинекологом 38 лет, помогла 12 тысячам людей появиться на свет, справлялась с последствиями подпольных абортов во времена запрета. Больница – это второй дом. Даже, наверное, первые 10 лет это был первый дом. Мой роддом был на площадке, в бараке. Воду привозят, печку топят, голиком чистят, как сказать, и без детской сестры, без детского врача ты в единственном числе. Труд ненормированный в любое время дня и ночи. С тех пор деревянный барак на 25 коек сменился многопрофильным стационаром на сотни мест. Персонал насчитывает более 600 человек, а медицинское оснащение и наука совершенствуются. В ближайшие пять лет мы также планируем расширить материальную базу. Уже защищена и начинает реализовываться программа масштабного переоснащения. Будет приобретен магниторезонансный томограф, компьютерный томограф. Таким образом, мы поможем не только населению нашего поселка, сотрудникам авиационного завода, но и в целом обеспечим большую доступность такой помощи населению города. Для меня сегодня тоже очень большой личный праздник, потому что я прошагала с этой больницей лучшую часть своей жизни. И, конечно, больница всегда была, есть и будет той организацией, которая умеет работать с пациентами, очень хорошо умеет работать с коллективом. Сегодня я хочу, конечно, сказать о работе сестринского персонала в этот юбилей, отметить достижение именно вот такого большого дружного коллектива. В нашем коллективе свыше 250 медицинских сестер на сегодняшний день трудятся. Это и наш младший медицинский персонал, которые помогают нашим пациентам, их выздоровление, занимаются профилактической работой. Наши врачи прошли курсы повышения квалификации на центральных базах города Москвы, в Санкт-Петербурге, в Иркутске. Освоили очень много новых технологий и учат наших молодых специалистов, которые приходят взамен нашим ветеранам. За 85 лет тысячи сотрудников больницы создали крепкую традицию совершенствования, постоянного поиска новых эффективных методов лечения и профилактики здоровья людей. А я бы, если и начинала, я все равно бы с этого начинаю.